Они провели 60 дней в пути. И все ради спасения 4-летней девочки из Барнаула. Марат и Рушан узнали историю Маруси Иценко, которая больна редким заболеванием – спинальной мышечной атрофии. Без лечения дети с таким диагнозом угасают на глазах. Спасти Машу может самое дорогое лекарство в мире – Залгенсма. Марат и Рушан решили помочь в сборе денег. Мужчины решили пройти почти 3000 километров пешком. От Казани до Барнаула привлекая внимание людей к проблеме Маруси. Я его и не понял сначала о сумме. Какая сумма. Я подумал, 21 миллион – это ладно собрать. Но когда он еще сказал, как 120 миллионов, я совсем чуть не пересел. Говорит, пойдешь со мной? Я говорю, конечно пойду. Че такого? Символично, что у самих мужчин вообще нет денег. И даже дома. Марат и Рушан живут на вокзале. Сегодня два человека без определенного места жительства стали узнаваемыми в соцсетях. В некоторых городах волонтеров уже ждали места в хостелах, где можно было помыться и поесть. Потому что с этим были проблемы. С пропитанием было сложновато, так как от кафе до кафе там были промежутки большие. А деревня находится вдали от трассы. Мы два дня шли без воды, без еды. И приходилось пить прям с речушек, где находилась живность. В итоге Марат и Рушан встретили с журналистами в нескольких городах. Путь был такой. Казань, Набережные Челны, Уфа, Белорецк, Магнитогорск, Миас, Челябинск, Курган, Омск, Новосибирск, Берц, Новоалтайск и, наконец, Барнаул. Большую часть пути волонтеры прошли пешком. Остановить машину вдвоем это сложновато. Если рассматривать дальнобойщиков, то они двоих никак не могут подвезти. А частные машины, которые едут, многие боятся останавливаться на трассе. И поэтому ждать, когда кто-то нам остановит, у нас не было такого. Да и ждать времени нет. Препарат нужно ввести как можно быстрее. На сегодняшний день собрано около 73 миллионов рублей. Осталось еще 48 миллионов. Волонтеры уже встретились с семьей Маши. И пока сбор не будет закрыт, они не собираются покидать Барнаул. Сейчас, на данный момент, у меня нет планов, что я буду делать, когда приду в Казань. Но я точно знаю, что некоторые вопросы нужно будет закрыть, решить, как мне быть дальше. Мы все поменялись совсем как-то. Раньше глава о другом забита была, а сейчас совсем о другом. Ирина Корчагина. День с толком.